Спасибо большое. Глубоко уважаемые коллеги, очень важная тема. Использование телемедицинских технологий расширяет наши возможности и позволяет решить проблемы для пациентов, которые проживают в далеко удаленных регионах. Кроме того, приближает высокотехнологичные центры, экспертные центры к нашим наиболее распространенным центрам или клиникам, где проходит лечение максимальное количество пациентов. Это исключительно актуально, это, по сути дела, выравнивает и создает определенную, с точки зрения реабилитации, биопсихсоциальную среду, в которой мы можем применить самые современные технологии к тем, кто далеко живет или не может проконсультироваться у специалистов и пролечиться у специалистов в каких-то центрах продвинутых. Это понятно, с одной стороны, но это совершенно не было в нашей с вами реальной возможности, а сейчас есть. Наша задача, эти технологии, которые не всегда дорогие, не всегда сложны, быть может, я имею в виду телемедицинские технологии, они, наша задача наполнить их, наполнить их реальным содержанием. Вот контент, вот этот контент, если он будет действительно реально реабилитационным, если мы будем предлагать не перечень каких-то упражнений, которые не решают никаких задач, если мы будем в рамках телемедицинских технологий решать задачи в рамках персональной программы реабилитации, вот тогда мы будем правы. Но на самом деле к этому движению уже абсолютно точно есть и технологические возможности для того, чтобы это все обеспечить, у нас есть. Огромное спасибо докладчикам, которые на пути к этому, и каждый привносит свои наработки, которыми, безусловно, нужно воспользоваться. Я думаю, что это очень хороший обмен опытом и начало пути, но путь еще предстоит очень даже долгий. Спасибо большое. Алексей Владимирович, Вам слово. Безусловно, телемедицинские технологии – это определенный новый виток нашей специальности. Конечно, телемедицина не охватывает весь тот ассортимент современных реабилитационных технологий и на сегодняшний момент достаточно ограничен, потому что нельзя дистанционно проводить мануальную терапию или еще что-то. Хотя я думаю, что, в принципе, если эта система будет выстраиваться, если будут действительно подготовлены специалисты, которые будут выполнять рекомендации ведущих экспертов из крупных центров, то, в принципе, это, может быть, и достаточно легко будет реализовать. Поэтому хорошо, что такая секция вообще, так сказать, и сессия появилась, заявлена на таком внушительном конгрессе, и я думаю, что эти технологии нужно дальше, так сказать, развивать, совершенствовать и доводить до ума. Спасибо большое. Ирина Геннадьевна, коллеги, спасибо большое, что выслушали. Мы попытались обменяться, сформулировать повестку дня так, чтобы действительно обменяться уже существующим образом, опытом, который происходит то в одной, то в другой точке нашей страны. И все-таки, Елена Владимировна, хочу вам ответить, что как раз-таки именно лечебная физкультура во всем мире очень активно используется в телереабилитации и очень активно она востребована нашими пациентами. Потому что, во-первых, методики лечебной физкультуры для онкологических пациентов, для женщин с раком молочной железы, с гинекологией, с онкоурологией только разработаны. И вот пока только таким образом они могут быть им доступны, но под контролем врача. Могу прокомментировать, я говорила про шаблоны, шаблоны опасны. А вот персональные упражнения абсолютно полезны, никто не возражает. Поэтому, знаете, тот интерес, который пациентки уже в первую неделю проявили и были готовы, и сейчас готовы, уже записались в очередь, говорит о том, что это действительно востребовано, и для них это единственная возможность делать это правильно и себе во благо. Спасибо большое. Продолжаем работу. Анна Николаевна Малкова отвечает у нас за телеребилитацию, телемедицину. Пожалуйста, в нашем центре. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за доклады. Спасибо всем докладчикам. Все доклады были очень интересные и живые. Ирина Геннадьевна, действительно, это такой огромный моторчик. И ее платформа «Онкорехап» и «Онконет», которые они разработали, это прорыв, можно сказать, в дистанционной телемедицине. Хочется сказать, что не только в этой сессии, но и в сессии амбулаторной онкологии в первый день тоже было много докладов про нутритивную поддержку, про психологическую поддержку пациентам и также про телемедицину. Спасибо вам всем большое. Глубоко уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить прежде всего всех присутствующих в зале, а самое главное, докладчиков за блестящие доклады. Мы действительно сделали уже много направлений реабилитации онкологических больных. И так большие надежды, что еще раз подчеркиваю, в рамках всего этого года мы сделаем все возможное, чтобы рекомендации онкологических больных были приняты.